Друзья, приветствую вас наконец-то не в помещении. Я вырвался на свободу, отправился в путешествие и решил сделать серию так называемых бродячих выпусков о питании для вас. Взял с собой блендер и в процессе перемещения с места на место я буду покупать разные продукты и пытаться готовить для себя в первую очередь, естественно, протеиновые и прочие коктейли. Делиться с вами чем-то о тех местах, которые я буду проезжать, а самое главное своими экспериментами в сфере приготовления или улучшения. Мы же постоянно стремимся к улучшению вкусовых качеств, опостылевших нам протеиновых коктейлей. К этой съемке подготовиться было достаточно сложно. На штативах вокруг меня стоит куча камер, то есть один только сетап у меня занял, наверное, почти час. Вот. Но, ребята, это ведь стоит того. Я стою здесь. Тишина полная вообще. Это тебе не студия. Причем тишина, вот если вокруг посмотреть, это просто невероятно, ребята. Километров на 20-30, мне кажется, вокруг просто полный покой, абсолютное умиротворение. Светит солнце. Температура, так, градусов 15 сейчас, наверное, я нахожусь неподалеку от Лас-Вегаса. Вот здесь, в пустыне, по сути дела, мы и будем сегодня с вами экспериментировать. Итак, что у меня есть? Мы будем готовить протеиновый коктейль на основе сыворочного протеина, воды и апельсинового сока. Воду, какую я здесь покупаю, это щелочная вода. Полезно для здоровья. Мы в свое время обсуждали с вами тему щелочи и кислотности. Щелочная вода – это всегда лучшее. Теперь, шаг номер один. 100 миллилитров воды я налил. Кстати, я слышу рычание двигателя. Здесь пронеслись, буквально 30 минут назад, пронеслись на эндурах группа экстремалов. Можно так сказать, да, пронеслась на скорости, спрыганьем и улюлюканьем, и куда-то вот туда, вдаль, в пустыню укатили. Я слышу приближающиеся эти, как в фильме «Безумный Макс». Слышу, что возвращаются. Так, теперь 100 миллилитров апельсинового сока. Почему я смешиваю апельсиновый сок и воду? Потому что концентрация фруктозы и простых углеводов, так, ну, может быть, они проедут. Наверное, проехать должны. А то я так долго рекламировал тишину. Стоило мне все камеры запустить. Ребята, я запустил сразу сколько? Раз, два, три, три, четыре. Четыре камеры. Хватит шуметь. Итак, почему я смешиваю апельсиновый сок и воду? Все из-за концентрации глюкозы или фруктозы. В апельсиновом соке 11 граммов на 100 миллилитров. Я сейчас налил 100 миллилитров плюс 100 миллилитров воды. Если бы я налил 200 миллилитров апельсинового сока, естественно, было бы плюс 11 граммов углеводов. Не то чтобы это принципиально, но в общей картине дня, вы прекрасно понимаете, каждые лишние 10 граммов, они все 10-20. А если ты пытаешься держаться на уровне 100-150 граммов, то каждые лишние 10-11 граммов, они тебя, конечно же, отбрасывают. Отбрасывают постепенно. Поэтому надо экономить. Плюс, естественно, вкусовые качества коктейля. Когда сладости в жидкости чуть меньше, можно ее оттенить, потому что приторность все равно в коктейле присутствует. Мы будем сегодня с вами эту приторность оттенять. Итак, положил, в смысле налил, налил 200 миллилитров. Теперь 3 мерных ложки. Вот хорошо готовить на природе. Ветром сдует все лишнее. Две, три. Значит, 3 мерных ложки по 16 граммов ложки. Итого 48 граммов протеина упало. Хорошо, начнем. Это первый шаг. Нормально, тут все понятно. Что я буду делать сейчас? Я в процессе буду пробовать для того, чтобы отмечать изменение вкуса дальнейшего. Ну, вот нормальный, сдержанный. Опять же, ребят, я не говорю, что нельзя пить такой протеин. Спокойно. Можно вообще себе голову не морочить, никакими ингредиентами. Взять в шейкер, в воду, протеин, размешал, выпил, побежал. Отлично. Но так как это мы делаем не один день, и некоторые делают не один раз в день, постепенно вкус приедается, начинает напрягать. Именно для этого мы экспериментируем. Значит, здесь половина воды, половина сока, сыворочный протеин с привкусом ванили. Этот сыворочный протеин с привкусом ванили. Вполне нормально. Теперь, что мы делаем дальше. Капуста калия. В России, к сожалению, ребят, найти капусту калия не могу. Но можно положить шпинат. Мы с вами делали в свое время офигенный совершенно коктейль Power Monkey. Лучший коктейль пока что. Из всего, что я пробовал. Там, как раз тоже в классическом рецепте, должна использоваться капуста калия. Мы делали в Москве со шпинатом. Положил капусту калия. Теперь продолжим. Посмотрим, как улучшится вкус. Блендер вообще нереально мощный. Но аккумулятор может не потянуть. Главное, чтобы завелась машина потом. А то вообще в пустыне он и остался. Протеина хватило на неделю. Отлично. Нормально. В конце небольшой пук. Так, смотрите, ребята. Вкусовые качества сейчас проверим. Пока что картинка. Супер крупная. Но заглянем. По-моему, красиво. Так, теперь пробуем. Первое. Стало гуще. Второе. Вообще, ребята, это, конечно, круто. Вы все время по выражению моего лица пытаетесь определить, обманываю ли я вас на тему вкуса, или мне действительно вкусно, или это вообще пить нельзя. Это вкусно. По крайней мере, в детстве, там, не знаю, в 15-16 лет, я вообще овощи не ел. И многие вещи я, в принципе, не понимал по вкусу. Сейчас я спектр своих вкусовых предпочтений расширил. И это не то, что надо быть гурманом, чтобы понять. Вот этот овощ оттеняет... Это же овощ, правильно? Капуста. Ну да, капуста, очевидно. Оттеняет сладость. Просто примитивную сладость, которая есть, естественно, всегда в сыворочном протеине. Так или иначе, туда какие-то заменители сахара добавляют. В основном. В основном. Ну и, конечно, апельсиновый сок. То есть, подслащенное, со сладким вместе. Вкус пошловатый. С добавлением чего-то, что оттеняет, вкус становится богаче. Отлично. Уже супер. Теперь, друзья, следующий ингредиент. Сегодня у нас с вами прям поэтапно. Так мы еще не делали. Ложку арахисовой пасты. Вспоминаете, да? Фанаты кроссфита, Рича Фронинга. Рич Фронинг одну банку в день съедает. Это надо заниматься точно кроссфитом. Опять кто-то едет. Теперь на багги кто-то едет, ребята. Что за тема? Ну, смотри. Даже в пустыне покоя нет. Причем, похоже, едут ко мне. Ребят, не надо со мной разговаривать. У меня камеры запущены. Уезжай. Вот ротозеев. В пустыне даже не дают покоя. Get the fuck out of here, stupid motherfucker. Вот так. Нормально. Итак. Положили, значит, да, арахисовая паста. Калорийная тема. Рич Фронинг съедает банку. Понятно, что люди, занимающиеся кроссфитом, много энергии тратят на тренировках. Им, возможно, можно. Тем, кто тренируется классически, все-таки с жирами надо быть осторожнее. На одну столовую ложку, которую я положил, 8,5 граммов жиров. Размешаем. Давай, аккумулятор, давай. Так. Теперь. Еще круче стало. Слушайте, ребята, мы реально тут с вами сейчас разработаем. Я бы даже не поверил, что это протеиновый коктейль. Это похоже на какой-то суп, не суп. Густая такая, густая, вкусная еда. Да. Так. Не испортить бы теперь. Что еще можно добавить? Что я хотел добавить? Да. Последнее, что я хотел добавить, ребята, это немного миндаля. Почему? В коктейле Пауа Манки миндаль очень улучшил вкус и дал такое вот ощущение, что нужно жевать. Кстати, уже сейчас можно ничего больше и не добавлять, потому что коктейль... Вот, ребят, то, что сейчас здесь, это супер. Те, у кого есть доступ к капусте кали, вот вам рецепт. Апельсиновый сок, вода, сыворочный протеин и шматок немаленькие капусты кали. Готовый как-то... А, еще, естественно, ложка арахисовой пасты. Кстати, арахисовая паста улучшила вкус, улучшила. То есть, как-то еще появилось больше субстанции. Здесь, естественно, жиров немного, 8,5 граммов. До этого здесь жиров не было, соответственно, жиры появились. Но мы с вами продолжим. Мы добавим сюда еще немного миндаля. И это будет последний, последний этап сегодня. Миндаль. Короче, вот. Так, хватит. Вот, я взял горсть. Небольшой горсть. Положил. А вот теперь посмотрим. Кстати, блендер на аккумуляторе размешает. Орехи порубит. Да, главное, чтобы мустанг завелся потом. Ну, что, размешалось? Да. Ох, ребят, я вам скажу, что миндаль в коктейле, это великолепно. Фрагменты, которые приходится жевать, позволяют, естественно, пищеварению идти более, более правильно. Потому что, когда мы не жуя пищу просто, особенно густую пищу, просто типа пьем, то, конечно, один из этапов пищеварения минуется. Ну вот, вот такой густой коктейль. Ну, ребята, а вам демонстрирую. За ваше здоровье я убежден, что если вы регулярно тренируетесь, если вы настойчивы в стремлении к тем целям, которые вы для себя поставили, успех вам в той или иной форме гарантирован. Абсолютно убежден. Сколько времени живу, в других истинах ни разу не убеждался. Только трудолюбивые, настойчивые и постоянные люди и в спорте, и в жизни достигают результатов. Поэтому я вам желаю, чтобы у вас все получалось. Или получалось как можно больше. И мы с вами в дороге встретимся уже через несколько дней, я надеюсь. Итак, ребят, хороших тренировок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok